Привет, с вами Вилско. Сегодня максимально полезный ролик, ровно такой, как вы любите. Это MacBook Pro 2018 года, максимально жирный, такой же, как и я. Core i9 процессор, 32 гига оперативы, 4 терабайта SSD. Зачем мне это нужно, не знаю, я просто сейчас понтанулся, чтобы вы написали в комментариях, опять ты, Валя, зажрался. Но, фокус в том, что все, что лежит у меня на столе, будет полезно, если у вас есть MacBook Pro 2016 года и старше. 17, 18 и 19 пока не выпускали. А также новый MacBook Air, и это хорошо. Причем подходит как к 13-шкам, так и к 15-шкам. В общем, если у вас есть MacBook последний, то вам очень этот ролик будет полезен. ТОП-10 аксессуаров, которые прямо мастхэв для вашего макбутчика. Поехали. Спасибо моим друзьям из магазина бегиих.ру, которые предоставили мне все аксессуары, которые я сам отбирал. Это действительно мастхэв. Это то, чем я сам пользуюсь и то, чем мне не хватало, а теперь у меня будет. Буду радоваться. А вы по ссылочке в описании переходите, находите там собственные MacBook и техника Apple. И вот эти все аксессуары есть. Покупайте, радуйте себя. Я же не могу просто взять и стартануть ролик. Я хочу вам сказать, что Apple тут отчиталась за первый финансовый квартал 2019 года, который затрагивает как раз новогодние праздники. И у компании случился обвал. На 5% упала выручка. На 15% хуже продавался iPhone. Но! Маки выросли на 9%. И умные люди знаете, что говорят? Если взять компанию Apple, выдернуть из нее бизнес маков, то он сам по себе входит в Fortune 500. Настолько он, блин, здоровый. Конечно же, маки это... Единственное, что меня огорчает, это то, что iMac не обновлялся уже 600 с лишним дней. Поэтому я жду, наконец, апдейт, наверное, в начале марта, ну где-нибудь на ближайшей конференции. Ну а пока... Десятое место. Я вот сейчас понял, что места пускай будут, но они такие чисто номинальные, потому что вот эта штука! Она максимально полезная, если у вас есть MacBook Pro с клавиатурой бабочка. Как вы знаете, она засоряется. Сначала она была совсем хиленькая, потом добавили мембрану, потом резиночку, чтобы стало хорошо. Я сам с этой байдой сталкивался один раз, у меня залипла кнопка. И невозможно было никаким образом набрать пароль, потому что она была в моем пароле. Я поехал в магазин, купил внешнюю USB клавиатуру и вот такой вот баллончик. А потом зашел на сайт Apple, а ребята говорят, слушай, на самом деле, ты берешь свой MacBook замечательный, вот так под 45 плюс-минус, нажимаешь кнопку и так... И все. Всякую пыль, грязь и прочие продукты питания, которые вы едите за своим MacBook'ом, вот этой фигней выдуваете. На самом деле, это сжатый воздух, который, в принципе, удобен для удаления пыли и прочего мусора бесконтактным образом. Если вы не хотите разводить вот это все по экрану... Единственная проблема с этими баллонами, выбирайте любой, какой есть, так вот это как раз проблема. Их практически никогда нет. Пользуются диким спросом, люди покупают себе по 10 штук и правильно делают. Чтобы вот так вот, не только с MacBook'ами, с любыми компьютерами, с любой техникой, очень рекомендую. А вот эту штуковину тоже заценить. По-хорошему, это действительно полезная штука. Я не стал ее включать в наш топ, только потому, что, скорее всего, нечто подобное у вас уже есть. И это, внимание, почти в сердце прилетело, пауэрбанк. Друзья мои, пауэрбанк, которым вы можете заряжать свой MacBook. В чем вообще польза USB-C и Thunderbolt 3? Потому что вы можете взять хороший пауэрбанк, выдернуть вот этот вот самый комплектный провод USB-C, USB-C, вставить в свой пауэрбанк. Соответственно, мы сразу понимаем, что в нем, по-хорошему, должно быть USB-C. Ну, либо можете использовать обычный провод USB-A, USB-C. Вставляете в любой провод своего MacBook'а, потому что он позволяет вам его заряжать. И-и-и-и-и зарядочка пошла. И-и-и, бой! Ну, то есть, вообще красота. Пауэрбанк может быть любым. Главное, чтобы был достаточно мощным. Чем больше емкость, чем больше он вам выдает в вольт, тем вам будет приятней. А теперь девятое место. Если вы вдруг не знали, на официальном сайте Apple вернулась кастомизация компьютеров Mac. Вы можете выбрать количество памяти, какой процессор поставить, сколько оперативной памяти. Это действительно удобно. Конечно, самое ходовое решение это 256 гигабайт SSD. Это действительно достаточно сегодня для большинства задач. Можно какой-то медиаконтент хранить. В общем, вы все это без меня знаете. Но! Вот этот Macbook на 4 терабайта. Знаете, сколько будет добавить в кастомизации 4 терабайта к 256 базам? Заменить. 276 тысяч рублей! 276! Давайте вместе это скажем. 276 тысяч рублей за 4 терабайта. Но это вообще сумасшествие. Потому что у нас есть вот такая вот штучка, которая называется внешний SSD диск. И он быстрый, маленький, классный. Конкретно эта версия производства Samsung T5 на 2 терабайта. И знаете, сколько он стоит? 33 тысячи рублей. Вы получаете себе 2 терабайтный классный SSD за 33 тысячи рублей. Можно купить абсолютно любой фирмы. На самом деле, есть Western Digital тоже примерно в этом вот диапазоне. Но здесь мне нравится алюминиевый корпус. Смотрите, какая маленькая штучка. Вы скажете, может быть, флэху? Не, флэхи они медленные. Все грустно. Здесь на коробочку смотришь, написано 540 мегабайт в секунду. Я вообще кайфую от того, что эта штука абсолютно полностью заменяет вам вообще вот эти вот внутренние, понимаете, внешние, понимаете. В комплекте идет провод, который USB-A, USB-C, оригинал и USB-C, USB-C. Вот эту радость маленькую вот так вот втыкаете. В один конец сюда. Другой конец в свой Macbook. И все, не надо платить Apple 270 тысяч рублей. Можно обтыкаться этими SSD-хами и вообще горя не знать. Очень круто. Не греется. Конкретно эта модель используется у нас на студии. Ну, параллельно с Western Digital. Но ищите на рынке, что вам нравится. Имейте в виду, SSD-хи портативные, вот эти маленькие. Они прямо такие, прямо миленькие. Они стали доступными. Пользуйте, радуйтесь и так далее. И про это чуть не забыл. Совсем вне зачета подразумевает, что эта штука не рекомендуется к покупке. Это GPU. Помните, мы с вами сделали обзор и кита, который на сайте Apple представлен. И вот эта Razer штука, потому что вы можете не только Radeon на самом деле воткнуть, но и NVIDIA. Благо дрова для Mac'а подвезли. И вы можете свой современный MacBook оснастить картой от NVIDIA. Зелененькой RTX какую-нибудь воткнуть. Наверное, это будет переборно, тем не менее. В чем фокус? Ну, компьютер достаточно маломощный. Даже последняя версия с Vega все равно не сравнится вот с такой вот бандурой и полноценной дистопной картой. Но в данном случае, друзья мои, как ее открутить, а хрен его знает. Вы можете обратить внимание, что это все очень пыльно не потому, что мне было лень протирать, а потому что я хотел показать вам именно, как мы это все используем. Сразу ответ никак. Хрен знает, как достать. В общем, там внутри Radeon, по-моему, 580, я хотел его сюда... А, подожди, снял. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Ебать! Вот так это выглядит и подключается, соответственно, как вы понимаете, также по Thunderbolt 3. Благо его скоростей, в принципе, достаточно. В чем минус? Минус в том, что, во-первых, нужен обязательно внешний монитор. Мы с вами это в ролике обсуждали, и это очень грустно. И, во-вторых, почему-то Apple через раз, через апдейт ломает поддержку этого GPU. То Final Cut с ним нормально функционирует, то ненормально. Именно из-за этого пока вот эти все штуки покупать особого смысла нет. Если вы какой-нибудь адский девелопер, и вам нужно, чтобы было красиво, мощно, возьмите iMac Pro. Восьмое место. Основная боль, которая волнует, к сожалению, только людей, которые MacBook видели на картинках или в магазине, проходили такие, ой, какой классный, красивый, но дорогой, это отсутствие классических портов, таких как HDMI, обычный USB, может быть, кардридер и так далее. Честно вам скажу, в 2015 году, когда выходил MacBook 12, это было прям в смысле. Когда вышел MacBook Pro 2016 года, все сказали, в смысле, это же не про решение, какого черта, где мои порты? Тогда это было немножко больно. Сегодня, в 2019 году, говорить о том, что в MacBook Pro нет этих самых портов и это плохо, это быть совсем убитым на голову, потому что это фантастически классно. Я был из тех ретроградов, которые, верните мои порты. Сегодня это офигительно. Смотрите, какие девайсы у нас есть. Вот такая вот док-станция, раз. И что самое забавное, примерно такая же два, потому что, походу, их делают на одном китайском заводе. В целом, вам, в принципе, все равно, какую конкретно выбрать. Это док, друзья мои. Понимаете, какая штука? У вас компьютер работает, допустим, с внешним монитором или где-то там дома, на работе, вы его используете. Смотрите, что вы делаете. Вы покупаете себе док-станцию в цвет, внимание, в цвет MacBook, потому что есть серебряные, есть всякие другие. Аккуратненько. В комплекте идут всякие резиночки, прокладочки, можно ее еще приклеить. Вы ее вот так вот ставите. Вот так вот MacBook на нее ставите. И что вы получаете, друзья мои? Вы получаете, что MacBook у вас чуть-чуть приподнимается. Таким образом он лучше охлаждается. Вам на нем приятнее печатать. Вы вот этот один колпачок снимаете, вот сюда, вот так вот втыкаете, красиво. Па-бам! HDMI, Ethernet, обычный USB, кард-ридер, USB-C еще один. На кой хрен там VGA я вам не отвечу. Но понимаете, какой кайф-то вообще? Вот он, вот он кайф. И когда мне нужно забрать свой MacBook, допустим, куда-нибудь в поездку, мне не нужно из него выдергивать эти все провода. Они вот здесь вот на одном, 50 они остаются, понимаете? В этом удовольствие дока. Ну вообще кайфовый. Единственное, что вот конкретно этот я, может быть, сильно не советовал, потому что есть сейчас на рынке поинтереснее. Так, чтобы еще DisplayPort был, чтобы еще парочка USB-C. Но сам факт, и обратите внимание, что здесь нету дополнительного питания. Все это питается непосредственно, но от вашего комплектного адаптера. Вы можете эту штуку с собой брать и вообще горе не знать. Ну просто офигительно. Вообще кайф. Еще одно место номер 8. Вы скажете, Валя, хорошая штука, прям реально кайфовая, но слишком здоровая. Ну реально не кайфово такую носить с собой, не очень удобно. Есть ли более портативные решения? Ну конечно же, их там миллиарды. Во-первых, вы можете найти от самой Apple. Ну оригинальный док, он конечно самый вообще неудобный. А в данном случае вы берете вот такую вот штучку. Опять же, обратите внимание, в цвет ее можно купить. Space Gray Silver, как вам больше нравится. И ее понт, знаете в чем? Она втыкается в два USB-C. Для того, чтобы эта фигня у вас не отвалилась. То есть у нее вот с этой стороны так чпыньк, конкретно так висит. И вообще горе не знаете. Что у нас есть в комплекте? Во-первых, здесь есть, как это ни странно, вот так вот через, правда, страдания, подключение, опять же, Ethernet RG45. У нас с вами есть два USB обычных, если вы ретро-град. Один USB-C и еще и HDMI. Вот такая маленькая штучка, в принципе, спасает вас на 100%. Она опять же не идеальна, знаете почему? Потому что с этой стороны есть слот только для microSD. Есть версии, где слотов больше и можно использовать обычную SD-карту. Но в любом случае, вот таких штук за 3 копейки сейчас валом и на Алиэкспрессах, и где только нет. Покупаешь, горе не знаешь. Я, по крайней мере, обмазался вот такими переходниками, и мне теперь намного комфортнее, чем было раньше. Место номер 7. Вот начинается всякое такое неочевидное. Ну-ка, красоту эту мне зашлите. Что это? Маленькая, но полезная в хозяйстве штука. Но действительно не секрет, что печатать немножко под углом намного комфортнее, когда вы на столе все это размещаете. Ну и, конечно, так действительно устройство лучше охлаждается. Вот так, вот надо сделать аккуратно. Это подставочка, которую вы клеите на свой макбутчик. Давайте провернем эту операцию. А вы его вот так аккуратненько кладете. Слушайте, тут клейкой основы на несколько раз. Вы один раз приклеили, что я сейчас и сделаю. Вот так вот аккуратненько, аккуратненько. Ровненько, главное. Даже вечно это неровно все происходит. Ну, вроде ровно. Отодвинул. Поставил. У-у-у-у! Портативно! Ну, причем эту штуку можно использовать для... Служай! Пожалуй, это пока самая кайфовая хрень. Что такое откидывающиеся ножки? Нет в оригинале. Ну и, как вы понимаете, она подходит для любого компьютера. Даже в сложенном варианте она вам чуть-чуть приподнимает компьютер, что достаточно удобно. И при этом она не огромная, не ужасная. В чехол стандартный влезет. В оригинальные пловские, наверное, нет, потому что он слишком слив. А в любой другой вполне поместится. Вообще, вот это пока мне больше всего понравилось. Шестое место. Как вы знаете, MacBook обладает стеклянным, фантастическим, огромным трекпадом, лучшим на рынке. Вы можете говорить, что MacBook вам не нравится. Я могу с вами согласиться. У него есть свои объективные недостатки. Но трекпад это произведение искусства. Я вот этими пятью пальцами вот так вот вожу по трекпаду, монтирую ролики, фотографии, редактирую. И, собственно, весь канал Велсаком веду с этого MacBook Easy. Конечно, у меня есть iMac с мышкой, с дополнительными всякими приблудами, кнопками и так далее. Но в целом я любой ролик, не самый сложный или очень сложный, могу смонтировать с MacBook. И это прямо кайф. То есть дополнительная мышка или какие-то еще штуки, которые обычно идут прямо по обязательной программе к Windows ноутбуку, здесь вообще не нужны. Но есть одна вот такая маленькая штучка, которую я бы вам советовал. Это Numpad. В данном случае он у нас опять может быть в цвет корпуса самого компьютера. Вы можете выбрать либо серебряный, либо Space Gray. Иногда бывают еще, кстати, версии, если захватывается MacBook в золоте и в розовом золоте. Это тоже как опция возможно. И опять же, нам с вами в целом все равно, какой будет производитель до фонаря. В данном случае у нас с вами эта вафля работает от microUSB. Ну, заряжается конкретно. Это не очень удобно. И посмотрите, как она мимимишно смотрится. Обратите внимание, у нее даже кнопочки похожи на те, что используются на MacBook. И, конечно, качество сильно хуже. Но, тем не менее, это полноценный такой пультик, да. Вы можете его использовать по назначению. То есть это Numpad. Либо вы можете использовать его дополнительно при редактировании фото или видео. Или как вам больше нравится. Можно сюда наилдырить каких-нибудь хаткеев. И вы сидите, работаете. И здесь дополнительно кнопки жмыкаете. Ну, красота же. Видите вот эту щелку? Вроде бы кардридер, да. А хрен там не кардридер. Кстати, жалко, что здесь нет кардридера. Могли бы какую-то такую штуку замутить. Хотя беспроводным образом все это соединять такое себе. Но, тем не менее, вот эту кнопку Connect нажал. Вот здесь включил. Традыньц. Замигало лампочкой. Нашел этот Bluetooth непосредственно на магобучике. Тадан, сработает. Теперь могу как заправский бухгалтер вообще печатать цифры. Место номер 5. Бывает ситуация, когда вам не нужна док-станция. Ну, вы понимаете, что у вас, ну, как бы все порты есть. Все окей. Фоточки с камеры сегодня можно перекинуть по Wi-Fi. Об этом, кстати, говорил Фил Шиллер, когда ему в лицо предъявляли. Типа, Фил, где кардридер? Он говорит, братцы, ну, сегодня, ну, вообще по Wi-Fi перекинуть не проблема. Есть даже SD-карта с Wi-Fi, если уж на крайний случай. Но вот единственное, что иногда не хватает, это Ethernet. Потому что, ну, как бы, пффф, в отелях, в самолетах часто нужно подключиться по проводу. И ребята из Белкин сделали нам хорошо. Потому что изначально у самой Apple прямого адаптера нет. Можно наколхозить версию Thunderbolt 2 на Thunderbolt 3. Это, получается, вот такая колбаса из переходников. А в данном случае это максимально простое решение. Что-то я сегодня прям вандально так открываю коробки. Ну, потому что, почему бы не... Вот такая маленькая штучка. К сожалению, это всего лишь гигабит. Не 10. Я понимаю, что это слишком маленькая штучка для 10 гигабит. Но хотелось бы, может быть, что-то вот такое. Кстати, появляются сейчас, на самом деле, подобные решения. Можно к MacBook'у подключить несложную штуку 10-гигабитную. И у вас будет прям вообще пушка. А для нас на студии это важно. Тем не менее, вот такая маленькая фигуленка позволяет вам подключаться по проводу. Четвертое место. Как оказалось, самая большая проблема с проводами зарядки, это не то, что здесь нет MagSafe, и вы можете дернуть провод и оторвать его нахрен. В общем-то, это не страшно. Потому что лично у меня... Тьфу-тьфу-тьфу. Не было таких проблем в последнее время. Но! Вы знаете, какая штука? Вот вы зарядили свое устройство, кладете провод, он тут болтается, неудобно. Для этого есть специальная штука, которая называется Organizer. Причем он у нас двухвариантный. Это удобно. Смотрите, как оно работает. И есть вот такая вот штучка, которую вы, собственно, клеите на сам стол. Она у нас на липкой ленте. А вот эти фигуленки, сами Organizer, они магнитные, они пристегиваются, и таким образом вам не надо вообще страдать. Вы надеваете эту маленькую байду на провод, толстый достаточно, но тем не менее, он сюда влезает. И дальше, когда вам это не надо, вы так чипунь, за идею ставлю пять, за реализацию, пожалуй, нет. Потому что именно для этого провода не подходит. Но зато все остальные, там, наушники, какие-нибудь лайтнинги, можно таким образом себе организовать. Объективности ради, надо сказать, что и Эдконтора, и многие другие делают просто более масштабные, более мощные магнитики. И, наверное, для более жирных проводов они подходят лучше. В нашем случае это вот для таких маленьких лайтнингов и прочих обычных смартфонных зарядок. Третье место. А сейчас, друзья мои, я покажу вам штуку, которая у меня уже есть, и она действительно разрывает мне мозг, потому что это must-have. Дайте-ка ее сюда. Смотрите, что здесь выглядит как, да? Красная какая-то штука. Что она делает? Зачем она нужна, скажете мне вы? А я вам объясняю. Во-первых, Apple-овские вот эти адаптеры, они чем удобны? Вот эту фигню снял. Можно поставить, например, американскую вилку, можно поставить английскую вилку. У них даже есть свой тревел-адаптер и так далее. Но мы с вами покупаем вот эту радость, которая открывается. Ой, она даже жирно открывается. Ты посмотри, что делают. Тут прям сразу видно, что продукт. И вот эта штучка. Она, во-первых, идет на вот этой вот заглушке. Не обращайте внимания, это просто заглушка. А дальше вы надеваете ее вот сюда. Вот таким вот образом. Она, соответственно, если адаптер поменьше, получается прям вровень. Если нет, то тоже ничего страшного. Вот эту байду снимаете. И в комплекте идут вообще европейская, английская. Это вообще не знаю кто. Это какие-нибудь дикие вообще австралийцы. Английская, американская. В общем, это тоже тревел-адаптер. В общем, мы надеваем вот эту штучку. А в чем фокус, Валя? А фокус знаете где? Вот здесь. USB. Встроенный. Таким образом, я заряжаю свой MacBook. А сюда я втыкаю iPhone и заряжаю iPhone. И все это от своего оригинального адаптера. И это офигительно удобно. Я и iPad заряжаю. Мощности хватает. И все работает как положено. В общем, вот эта штука прям вот я вам очень рекомендую. Ну, а также тот факт, что вы можете это брать и совершенно с одним адаптером. Соответственно, вы заряжаете сразу и компьютер, и телефон. И это все, что вам нужно для путешествия. Место номер два. К вопросу, кстати, о питании. Эта штука не то, чтобы конкретно для MacBook. Я просто вам ее покажу, потому что она подходит для любых вообще гаджетов. А я думаю, что у вас, как и у меня, гаджетов достаточно много. Смартфоны, планшеты, MacBook, компьютер и так далее. И смотрите, что происходит. Вы берете вот эту штуку, которая у нас вот так аккуратно. Аккуратно, опять же, открывается. Смотрите, какая классная вообще мудр-вафля. В чем ее фокус? В том, что здесь 6 USB 6. Вы знаете, какая маленькая? Вы берете вот такую штуку с собой, опять же, в поездку, либо кладете ее на стол. Обратите внимание, что она на резиновых ножках, и она не елозит. Соответственно, вы ее на стол положили, кнопочку нажали, отжали, работает. То есть, это не сетевой фильтр-пилот, но здесь универсальные розетки, которые позволят вам подключать все, что угодно. Потому что часто я лично покупаю технику не RST, которая идет с американскими, с английскими вилками. И здесь это все поддерживается по умолчанию. 6 USB, 3 розетки. Вообще. Проверка боем. Итак, английская розетка. Мы ее вот так вот сымаем отсюда. Вставляем обратно. Втыкаем сюда, в другой стороне. Вот эту сторону. Еблась. Дальше у нас есть Lightning. Мы его втыкаем в iPhone. Заряд пошел! Ну, охренительно. Прям вот... Отключил, заряд не пошел. Включил, заряд пошел. Надоело так. Воткнул в USB. Заряд снова пошел. Стоит копейки. Очень рекомендую. И первое место, наконец. Есть люди, которые говорят, нет, Валя, не убедишь ты нас в том, что вот этот вот провод удобнее, чем классический MagSafe. Потому что он магнитный. Его не надо как-то вот пытаться там искать и так далее. Он всегда поможет тебе избежать падения компьютера со стола, если ты ногой зацепил и так далее. И вот специально для них есть вот такие штуки. Опять же, их на самом деле дофига на рынке, потому что много скучающих людей. И это даже, я не знаю, как называется. Это называется Mini Magnetic Type-C Converter. Ни хрена себе, здрасте. Значит, что он делает? Во-первых, это, ну, супер маленькая штучка. Но, во-вторых, она алюминиевая. И, в-третьих, смотрите, она реально магнитная. Вы ее вот так вот себе втыкаете непосредственно в порт. Сюда. Вставляете. Дальше вы свой оригинальный провод стыкаете сюда. И смотри, что происходит. Что-то не заряжает. Блок питания-то я отключил. Ну, что ж, проверяем. Не работает. Я не знаю, почему он как-то до конца не лезет. Интересная штука. Если взять Samsung и все это воткнуть, то он заряжает его. Потому что он входит до конца. И причем заряжает, что интересно, как с этой стороны, так и с этой стороны. В этом плане удобно. Но почему-то именно в порт Mac'а он, блин, до конца не лезет. Какой мы делаем вывод? Штука, в общем, работает. Но в порт MacBook'а она не лезет. А дальше сильно пихать я не хочу, чтобы ничего не сломать. Но вообще так быть не должно. Поэтому сама идея с подобными коннекторами, она, в принципе, годная. Но вот конкретно этот я рекомендовать не буду, потому что он нас, видите, подвел. Первое место у нас сегодня немножко смазалось. Да, не лезет. Ну и хрен бы с ним. И еще кое-что. Чтобы немножко разбавить впечатление от смазанного первого места, покажу вам вот такую штуку. Это знаете, что такое? Вы скажете, ну, это, в общем, жесткий диск. Не, это MyCloud от того же Western Digital, который в данном случае на 16 терабайт, два блина по 8. И вы можете их, допустим, в рейде там зазеркалить, чтобы прям секьюрность, чтобы никакие данные не потерялись. Но сам фокус в том, что это ваше персональное облако. Вы все это в роутер воткнули, можете бэкапить тайм-машин, можете получать доступ к файлам с iOS, Android, через веб-морду, как вам больше нравится. Ну, в общем, вещь в хозяйстве очень полезная. Но она достаточно сложная, поэтому в рамках этого видоса я вам рассказывать не буду. Если вам интересно, напишите в комментариях. Возможно, мы сделаем распаковку, обзор более подробную. Но в данном конкретном случае я вам скажу, что таких решений на рынке дофига. Опять же, вы можете найти и куна, по которому мы рассказывали, и вот это все в одном от Western Digital. И можете собрать свой NAS и вообще горе не знать. Но сам факт в том, что вы должны делать бэкапы, друзья мои. Бэкап — это самое важное. Это наше нулевое место с запасом. Потому что нет ничего более грустного, чем вафлануть макбук со всеми данными и не иметь бэкапа. У меня опыт был. У нас, вы помните, грабанули студию в прошлом году. И тогда мой макбучек утек. Слава богу, какие-то бэкапы у меня были и какие-то данные я достал. В этом смысле действительно решение очень годное. Вы, наверное, спросите меня, Валя, а какой аксессуар понравился тебе больше всего? Ну, кроме очевидной SSD-хи, которая у нас была в самом начале, вот эта радость мне прям очень зашла. Как же, блин, круто! Вот теперь я рад. Пишите в комментариях, какой аксессуар понравился больше вам. Ставьте лайк, если было полезно. Чекайте, собственно, BigGeek. Там есть эти все новиночки, аксессуарчики. Покупайте и макбуки, и вообще радуйте себя классными гаджетами. И обратите внимание, все аксессуары для макбука были без блистеров. Потому что люди, которые упаковывают свою продукцию в блистеры, у них есть специальное место в аду. А с вами был Вилсиком, совсем скоро увидимся. Я не прощаюсь. Посмотрите еще ролики на канале, благо у нас их много, они все интересные. И до новых встреч.